В Москве в независимом пресс-центре состоялся круглый стол контуры новой политики в Дагестане, первые успехи и опасные тенденции. Эксперты обсудили изменения за последние полгода и стратегию, назначенную в январе временного исполняющего обязанности главы республики Рамазана Абдулатипова, а также конфликты противостояния, в первую очередь, религиозного характера. Как вы знаете, при Магомед Саламе был взят курс на диалог между суфиями и салафитами, который способствовал преодолению многолетнего внутриконфессионального конфликта в Дагестане, который раздирает республику с 90-х годов. Была создана комиссия по адаптации боевиков, по сути, такой единственный мирный механизм, созданный в Дагестане за последнее время. Эту комиссию много и правильно критиковали, но, тем не менее, механизм был, он работал, его можно было развивать и усовершенствовать. То есть сложилась некоторая модель, своеобразная модель, дагестанская модель борьбы с экстремизмом и терроризмом, в основе которой легло понимание того, что наличие фундаментального ислама на Северном Кавказе – это свершившийся факт. Таких религиозных людей много, их все больше, и нельзя их преследовать за то, что они там ходят в неправильные мечети, их нужно, наоборот, как-то интегрировать и подключать к общественной жизни. Эта дагестанская модель конкурировала с чеченской, предполагающей очень резкое отношение, искоренение, на самом деле, любых признаков фундаментализма и уничтожение боевиков. То есть гораздо более жесткий и непримиримый курс. С приходом Абдулатипова вектор религиозной политики и подходы в борьбе с экстремизмом кардинально изменились. Дагестанская модель больше не существует. Взят курс на применение чеченских методов, что многие в республике связывают напрямую с поездкой Рамазана Гаджимурадовича в Грозный. Мирный диалог между суфиями и салафитами был остановлен убийством шейха Саида Афанди Черкейского. Конечно, это трагическое событие перечеркнуло очень многие достижения, которые все-таки были. Попытки возобновить диалог не предпринимаются. Эксперты сошлись в том, что некорректные силовые методы могут усугубить ситуацию. И Дагестану сейчас важно вернуться к диалогу, причем во всех сферах. Важно сейчас показывать ценность диалога в принципе. Диалог может давать реальные результаты. И вот в качестве примера немножко я бы поговорил, если это интересно, о сфере земельной. Как бы это такой тоже известнейший генератор конфликтов в Дагестане. Там приходится иногда даже слышать такие суждения, что вся вот сельская часть равнинного Дагестана – это такой один сплошной земельный конфликт. Может быть это и преувеличение, но то, что так или иначе конфликтных узлов там много, это безусловно так. И если в этой сфере удастся показать, что диалог возможный, какие-то результаты он приносит, это, наверное, будет хорошо не только для тех, кто имеет отношение непосредственно к земельным проблемам. Эксперты считают, что политика Дагестана должна быть ориентирована на долгосрочную перспективу. Для этого необходимо повысить уровень государственности, вывести экономику из тени и победить коррупцию. На этом долгом пути власть должна быть последовательной и не поддаваться на провокации. Не надо забывать, что свертывание миротворческого процесса, свертывание любого переговорного процесса – значительная роль террористического подполья. А вспомним, что еще при Магомед Саламе, как только начинались реальные переговоры, как только что-то начинало сдвигаться к лучшему, сразу же происходили террористические акты. И, конечно, убийство Саида Черкейского, по сути дела, остановило миротворческий процесс, и это было еще при том же Магомед Саламе. А другое дело, что мы тогда, в частности, правозащитный центр, писали в своих заявлениях, в своих оценках, высказывали опасения. Опасения, что та провокация, которую устроили террористы, подтолкнет власть на самые жесткие меры. И мы тогда призывали власть не поддаваться на провокации террористов. Вот власть на то и есть власть, чтобы серьезно думать о стабильности, о будущем развитии, и не действовать узко ситуативно, и ни в коем случае не поддаваться на провокации. И казалось на тот момент, несмотря на то, что миротворческий процесс практически свертывался, все-таки на самые плохие шаги, которые мы опасались, тогда власть не пошла. Но вот сейчас наша поездка последняя в Дагестан вызывает у нас опасения, что да, с некоторым лагом, но власть откровенно начинает поддаваться на провокации террористов. И мы видим, как последний, вот только что, к сожалению, произошедший террористический, ну, нападение на, ну, террористический акт, можно сказать, нападение на полицейских, опять же, вынуждает господина Абдул-Атипова говорить о создании народных дружин и так далее, а что такое народные дружины в контексте Дагестана. Идея создания народных дружин – это очень опасный шаг, который может сделать ситуацию не подконтрольной. В Дагестане сегодня предостаточно силовиков. Если навести порядок в МВД, они, безусловно, справятся с патрулированием улиц. Но если создать и вооружить полукриминальные дружины, натравить одну часть религиозных общин на другие, изолировать одну из религиозных общин, то это путь в пропасть. Население нужно вовлекать в работу по противодействию экстремизму, но не в области обеспечения безопасности. Сейчас уже не 90-е годы, даже не середина, не конец 2000-х годов религиозной молодежи очень много. Всех задавить их не удастся, но загнать в лес возможно и не очень сложно. Также эксперты отметили, что важно восстанавливать доверие населения к власти. Например, в селах, где во время спецоперации находятся силовики, мирное население несет колоссальные убытки, теряя дома, скот и урожай. А компенсации от государства люди зачастую так и не получают. Люди все еще, хотя с настороженностью относятся к силовым структурам, к возможности вообще обращения к ним, даже с требованием компенсации. Но есть те, кто готов это делать. И что сейчас было бы очень важным, это то, чтобы власти дали понять, что они не хотят наказывать и преследовать всех жителей, что они готовы выплатить эти самые компенсации и начали бы активнее сотрудничать с людьми. Потому что в противном случае действительно люди понимают, что государство уже больше не нужно ни зачем, оно их не защищает никаким образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова